Это подкаст Сергенты Уважаемые друзья, всем добрый день, меня зовут Кумов Сергей, я технический эксперт по овощным культурам. В предыдущих выпусках мы поговорили о грибных патогенах, которые угнетают листовой аппарат. А сегодня пришло время уделить внимание патогену, который поражает корневую систему. Это фузырозная гниль донца, проще говоря, донцевая гниль лука. Когда это может произойти? В какую фазу развития лука? Лук может заболеть абсолютно на любой стадии развития. Переувлажненная почва, резкий перепад дневных, ночных температур, травмы корневой системы, связанные будь то с проволочником, либо луковой мухой. То есть все эти моменты могут привести к донцевой гнили. Как это выглядит вживую? Как мы понимаем в поле, что наш лук заболел именно донцевой гнилью? Когда мы находимся в посевах лука и видим увядающее растение, листовой аппарат, скорее всего, будет уже такого бледно-желтого цвета. Нужно аккуратно рукой взять это растение, не нарушив целостность корневой системы. Ну, постараться так сделать. Если, конечно, корневая система еще присутствует. Отделив корни от почвы, нужно визуально их осмотреть. Что мы можем увидеть? Если корневая система такая коричневая, темно-серая, то это прямой признак того, что растение поражено донцевой гнилью. Если корневая система вовсе отсутствует и на донце лука есть такой белесый налет, это спроношение гриба. Это 100% донцевая гниль. Это может произойти и на начальных этапах развития, может произойти в середине вегетации, так и в конце. Нет четких граней, когда лук может заболеть этим патогеном. Если гриб настиг растение на финальных стадиях развития, то эта луковица обязательно попадет в склад. К сожалению, каким-то образом ее отбраковать в поле мы не сможем. Мы просто это не увидим. И уже в зимний период, если мы увидим такие луковицы, которые начинают портиться, если сделать продольный разрез, то увидим, что со стороны донца идет такое потемнение и размягчение ткани. Запаха, как при бактериальном поражении, не будет. То есть, запомните, грибы, они относительно не пахнут. То есть, резкого запаха нет. Общие потери в хранении от донцевой гнили могут достигать от 15 до 35%. Это очень большие показатели. Товарное качество при этом тоже стремительно падает вниз. Что нужно сделать, чтобы избежать этих потерь при хранении? Нужно прежде всего правильно выстроить систему защиты и полива. Первое. На начальном этапе при посеве лука нужно обязательно внести форс. Это гранулированный инсектицид. Его гранулы при соприкосновении с почвенной влагой создают газовую фазу. Луковая муха, она не как человек. Она не может затаять дыхание. Она обязательно вдохнет эти пары. Либо она погибнет, либо это ее отпугнет. То же самое произойдет и с проволочником. Таким образом, на начальном этапе мы уйдем от поражения лука донцевой гнилью. То есть, у нас перестанут попадаться растения, которые прямо в поле уже молодые и увядают. Второе. Полив. Очень-очень нужно трепетно к этому относиться. Зачастую лук выращивают на капельном орошении. С одной стороны, это большой плюс. Мы сможем давать микроудобрения в нужную фазу, на нужном этапе развития. Давать необходимые дозы с точки зрения потребности в воде. Но на практике скажу, что лук зачастую при капельном орошении переливают. Как нужно понять, что нужно поливать лук или не нужно? Для этого, когда ты подъехал к полю на автомобиле, самое главное, нужно выйти из этого автомобиля, подойти к полю, взять почву с глубины корня обитаемого слоя и крепко сжать. Если почва начала просачиваться через пальцы, то вы перелили. Это плохо. Если в руке остается такой плотный комочек, как пластилин, это здорово полив в норме. Если этот комочек начинает уже потихонечку рассыхаться, распадаться, у вас есть максимум 2-3 дня и нужно заново поливать. Вот такой простой способ из жизни помогает уйти от перелива лука. Соответственно, помогает уйти от возникновения донцевой гнили уже на ранних этапах развития. Этот способ работает как и в начале вегетации, так и в середине, так и в конце. Лук, как и другие растения, переливать ни в коем случае нельзя. Третье. Во второй половине вегетации нельзя забывать про второй лед луковой мухи. Конечно, личинка луковой мухи уже не убьет растения, как на ранней стадии, но обязательно откроет раны и туда зайдет фузыриоз. И такая луковица, как я говорил ранее, уже попадет в склад. Мы не сможем ее откалибровать при уборке и будет там портиться. И уже увидим мы результат работы второго поколения луковой мухи, к сожалению, на моменте нового года, либо дальше уже весной. То есть при потере качества при хранении. И четвертое. На финальном этапе применять фунгициды с направленным действием против донцевой гнили. Наше решение это фунгицид Меравис. Момент начала полегания вегетативной массы в дозировке 1 литр на гектар с большим расходом рабочей жидкости. Почему нужно сделать именно так? Дело в том, что лук преимущественно выращивают в Волгоградской, Астраханской областях. В любом случае это юг. Это сухостепная зона. Он всегда в конце вегетации находится попросту в пыли. Поэтому большой расход рабочей жидкости. И лучше еще добавить адюванты, чтобы препарат смог проникнуть в самые труднодоступные места, защитив растения полностью от и до. Если выполнять все эти условия на протяжении вегетации, то потери при хранении от донцевой гнили будут минимальны. Уважаемые друзья, с вами был Сергей Кумов, технический эксперт по овощным культурам. Сегодня мы поговорили о донцевой гнили лука и сколько можно потерять при хранении от этого патогена и как от него уберечься. В следующем выпуске я предлагаю сменить тему и поговорить о заболеваниях не грибного характера, а бактериального. Всего доброго, до новых встреч! Это подкаст «Сергенты». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова